Здравствуйте, уважаемые зрители! Добрый день! Врываемся на супер-мега-матч Паваги против Паваги. Две Паваги встретятся в очном поединке для того, чтобы определить, какая Павага из них сильнее. Павага-Павага или Павага-Джуниор? Вчера обе команды в своих группах не смогли выступить хорошо, выступили неудовлетворительно. Павага-Джуниор выиграла, к слову говоря, одну карту у Na'Vi, но, тем не менее, 2-0-2-1 покинула группу, отправилась в нижнюю сетку. Что касается группы Virtus.pro, группы, где играла Павага, Павага выиграла первый матч у Old Bad Gold, затем проиграла 2-0 Virtus.pro, но в решающем матче уступила 0-2 Old Bad Gold. Old Bad Gold, если кто не знает, это команда Элидана, Года Беззеванскора и Вельхиора. Ну а мы с вами сегодня посмотрим за битвы Паваги против Паваги. Вкратце, групповая стадия позади, плей-офф впереди. Квоты в СНГ всего 2, а желающих очень и очень много, аж целых 8 команд. Но после этого матча, плюс после параллельного матча на втором канале, вернее, на первом канале, ну, для нас он второй, потому что мы-то здесь, Винстрайк, Na'Vi там играют, останется всего 6 команд. Ну, а мы пойдем смотреть верхнюю сетку после этого матча, но об этом позже. Сейчас Павага против Паваги. Кто такие Павага? Павага, это, конечно, знаменитая команда, которая показывала неплохие результаты. Палантимос, Пикачу, Чешир, Бигнам, Джейфо. Ну, такой хороший состав. Хороший состав. Ну, в общем-то, их даже позвали, заинвитировали в основную стадию квалификации. Но, тем не менее, они упали все-таки в нижнюю сетку, немножко не дотянули. Что касается Павага Джуниор, здесь у нас интересные дела, потому что есть такой парень, как Ергон, есть такой парень, как Казал, но мы называем его Петушара, потому что он так подписался. А, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Есть парень с ником PO65, он же Путш, хотя нет, на самом деле, вроде как он не Путш 2002, вроде как Путш 2002 это Саймон, вроде бы. Ну, короче говоря, Путш 2002 будет у нас PO65, потому что у него тоже в никнейме это написано. Хэппи Дюрара и Саймон. Ну, собственно говоря, команду я вам представил. Смотрим драфт. Что у нас в драфте? В драфте забанены такие замечательные герои, как Визаж и Медуза, потому что оказалось, что в новом патче Медуза очень сильная. Визаж тоже стал сильнее, потому что его птицы стали сильнее. Лич Разор во второй стадии, Деваурера тоже решили подбанить, он все еще вроде как неплох. Эр Спирит от Паваги Джуниор и Дарксир. Ну, это уже связка на сложную линию готовая. Оракл и Дум у нас от Паваги во второй стадии, в первый Кентавр. Ну, с четырех силовиков и Оракла, скажем так. Забирают Бэйна. Оракла исключительно против Дарксира, конечно же. Забирают Бэйна, которого тоже чуть подапали, и это уже такой герой против Джаггернаута. То есть, четвертая позиция хорошая, хороший сильный герой со Станом, с Дизейблом, с отличным ультимейтом. Но Бэйн это персонаж, который будет ловить Джаггера. Ну и не только, конечно. Интересно, а работает ли Энфибл на Омнислэш? Вот такой вопрос. Наверное, должен. Хотя нет, нет. Вот, а он же сейчас диспелят перед применением. Чтобы не было, когда, типа, птичку повесили на тебя, и ты вообще ничего не можешь сделать. Слардар! Слардар от Паваги. Это новая троечка открытая в этом патче. Так, ну и четвертый пик от Джуниоров. Что они могут забрать? Им нужен герой на мид, и его можно показывать, потому что все равно ласт пику Паваги. Павага показала Джаггернаута, возможно, Дазл Корр, но не знаю, как к этому относиться. Давайте подумаем. Если Дазл пойдет в мид, Джаггер на легкую, Элдер Титан слардар на сложную, то останется ласт пик пятерки. Это не очень логично, хотя, в принципе, если увидят такую ситуацию, могут отправить. Вчера у нас Наив играл на Дазли в миде. Очень круто в матче против Гамбит, по-моему, да. Фантом Лансера вспомнили. Замечательный персонаж. Что ж, решили мидера все-таки оставить напоследок, хотя и Лансер может пойти в мид при определенных раскладах. Ну и Павага, последний бан, потом бан Паваги Джуниор. Они забирают себе героя на мид. Все-таки у них уже довольно много магии. У них есть и какой-то контроль. Но мне кажется, вот какого-то еще не хватает им немножечко контроля. Ну что, у них Стануэр Спирита, Вакуум, там, сбивать ТПшки, но это не особо контроль. У Бэйна Найтмар это тоже такой себе контроль. Финцгрипп. То есть, фактически, Стануэр Спирита и Финцгрипп это весь контроль. Неплохо было бы, знаете, Кунка. Вот Кунка. Хороший мидер с маг физ уроном. Из кучи контроля. Это то, что сейчас нужно. Как раз ловить. И под Дарксира зайдет. Все будут попадать на торрент. Забанили Лондруида. Лондруид это интересно было бы посмотреть. Но вчера мы видели, он, конечно, темпа не хватает ему, если соперник играет в быструю доту. Ну, по магу не в особо быструю доту играют, судя по их драфту. Ну, посмотрите, вышки никто не бьет особо. Ни Титан, ни Слордар, ни Дазл толком не бьет. Немножко Джаггер, но не лучший герой для этого тоже. Можно так найти что-то поярче. Довольно быстро проходит драфт. То есть, еще целая минута бонусная осталась у команды. Они думают, обсуждают что-то. Готовы банить. Нужно банить вражеского мидера. Брать своего. Ну, Кунка смотрится здорово, как мне кажется. Вообще такой герой, с которым тяжело. Или, не знаю, может быть даже... Ну, СФ без контроля герой. Но вчера прям СФ настолько круто себя показал, что мне теперь везде видится СФ. Исключительно. Забанили сами Кунку. Посмотрите, какие интересные. Главное, чтобы не получилось, как Хвост рассказывал, когда ты хочешь пикнуть. Но вместо этого такой... Ну, все, я пикаю Кунку. Нажал кнопку, а ты банить должен в этот момент. Забыл, что надо сначала забанить героя. Ну, нет, вряд ли, конечно, такое произошло. И это... Nature's Profit. Nature's Profit в мид. Ой, мне не нравится. Ну, посмотрим. Говорят, что очень сильный герой, которого тяжело переиграть. Но вот ОД нет, Кунки нет. Но... Посмотрим. Можно, на мой взгляд, можно взять какого-то СФа. Да, он вначале проиграет, но... Там... Доживет, дай бог, до третьего уровня. И дальше Рейзи, Рейзи. Пиньки умирают. Потом еще и в лесу быстро разгоняется. Короче говоря, я не думаю, что Profit сможет напрячь СФа. Но посмотрим. Какие варианты еще есть? Разор забанен. Кунка забанен. Лешарак есть, конечно. Но это такой себе вариант. Герой для айсберга. Ой, для Пикачу. Ну... Они братья. И, кстати, довольно похожи. Были когда-то. Но не сейчас. Хотя многие могут перепутать, кто плохо... В темном переулке, если увидите, Пикачу, возможно, это айсберг. 30 секунд. 30 секунд осталось до Пика последнего героя. И начнется самая интересная стадия. О, боже мой! Это же Лешарак! Нет, Лешарак это определенно очень интересный персонаж. Но всегда, знаете, такой... Ситуативный. В плане того, что вот... Ему нужно выбрать идеальный момент, чтобы зайти и всех убить вначале. Потом, когда, конечно, он набирает артефакты, ему становится проще. Но здесь ему нужен геул против сайленсов различных. Наверное, Бладстоун. Сейчас, кстати, Бладстоун переработан. Апнут. Вообще, я что-то поленился. А, наверное, зря. Надо, наверное, было открыть патч и посмотреть, что изменили. Ну, начнется с профитом и смотрели. Что изменили. Вот Лешарак куча, что изменили. К Ламоне, Лешарак. Диаболик увеличен. Урон с диаболик. Каталант 25 уровня. Уменьшен. Ну, 25 уровень. Это такое. Вы сами понимаете. Слардара видели. Кого мы еще не видели? Бэйн, в принципе, видели. Уже все про него знаем. Фантом Лансер. Фант-хом Лансер. Плюс 15 уклонения вместо 10. Плюс 5. Ну, ему там... А, нет. Это наги иллюзии переделали. Ну, короче, чуть-чуть подняли Лансера. Ну, это вот старая... Это вот старая та самая песня, что вроде как в теории Лешарак контрит Лансера. Потому что АОЕ магический дэмэдж, и Лансер умирает. Но! Если Лешарак разогнался, Лансер все равно может играть. Хотя ему тяжело. Ну, вот если Лансер разогнался, то Лешарак уже не может играть. То есть, получается, Лансер с Тараской там вбегает. Ему пофиг на этот магический урон. Он просто бежит и убивает этого Лешарака. Ну, посмотрим. Здесь, конечно, многое будет зависеть от... Исполнения. Так. Не забываем хут повесить. Да начнется битва за бульбу. Вчера меня попросили Пуваха говорить. Пуваха. Пуваха. Ну, правильно. Мы же говорим там... Пи-эс-джи-эл-джи-ди. Вместо пассажир-эл-гэ-дэ. Хотя и так тоже говорим. То почему бы не говорить Пуваха? Пуваха. Надеюсь, я правильно произношу. Не знаю. Ну, в общем, эксперты в чате... Так. Свинюшка. Это, я так понимаю, новые вот эти вот темы с... Какого? С китайского Нового Года, да? Не Блум. Фестиваль вот этот вот замечательный. И... Всякие свинюшки там теперь падают. И так далее. Ну, вот она, маленькая свинюшка. И здесь нет. Кто-то свинюшку положил. Кто положил свинюшку? А, вот он. Да-да-да. Так, давайте смотреть. Встречаю Чишира сверху. Ну, должен затаймить стан. И стан он... Да, затаймил Чишир, Палантимос. Это Бигнум вроде как на Элдер Титане. Три Баунти Руна. Начинает здорово. По... По... Давайте смотреть на линии. И не пропускать ФБ. Эр Спирит тем временем погибает. Вот, на самом деле, интересный момент. Потому что, вроде как, линия очень агрессивная. И вчера по Бага Джуниор играли уже подобные линии. Но почему-то, вместо того, чтобы уничтожать на этой линии, они зачастую и подфиживают. Хотя, вчера они там и потом начали размениваться. Потом все стало лучше. Очень интересная линия в миде. Где у нас... Нейчерс Профит или Шрак. Так, ну что-то опять снизу стычка пошла. Какая-то... Ой, больно. Что-то как-то крипы пробивают. Джиггернаут пробивает. Пошел Блэйд Фьюри. Куда-то пытается укатиться. Укатился. Застрял в лесах. Проедает. Выходит. Очень хорошо. И погибает от Даззла. Бум. 0-2. Да, это не то, что нужно делать на такой линии, конечно. Профит должен свою линию прям жестко выигрывать. И брать хороший темп. Ну, как мы видим, пока 50-50. Немножко обыгрывает, но не сильно. Мирспирит возвращается обратно. У него кулдаун телепорта. Здесь Дарксир. Не знаю, Дарксиру прям как-то... Очень хотелось бы задоминировать эту линию. Ну, он мешает Палантимусу сколько-то фармить. У него 1-4. В принципе, два фрага. Учитывая, что у Джаггера 1-4 там. А у... Могло бы быть 10-1, как у Слардара. А другой вопрос, что Слардар тоже в его команде. И это весьма странно. Что там происходит на верхней линии. Хотя, опять же, это, ну, ожидалось. Ожидалось, что будет вот такая вот ситуация сверху. Такая вот загогулина. Так как Слардар и Элдер Титан очень мощные два лейнера. Так, Дазл против Ферр Спирита. Джаггернаут гоняется за Дарксиром. Ну, я даже не знаю, на самом деле, правильно ли делает Палантимус. Все равно от него Петушара убежит, если что, на своем Дарксире. Ну, он просто, посмотрите, как много времени тратит. Он бьет этого Дарксира. Даже если он прямо сейчас убьет Дарксира, это будет такой себе размин, потому что он не фармит вообще. Пошел под хилл. Замедление неплохое. Денает крипов, но за денайных крипов дают довольно мало. Ну, и, в общем, Палантимус по крипстату прям вообще просел. Под вышкой он и то хоть что-то бы додобил. Но вот хочет он вот так вот прогнать Дарксира, не давать ему действовать. Кстати, топорик неплохо бы зашел для того, чтобы проще было добивать крипов. Но не мне учить Палантимуса. Это все-таки игрок высокого уровня. И, тем не менее. 7-5. Это не очень хорошо. У Лансера, который терпит на линии, 12-1 уже. А у Слардара 16 крипов. Ну и что? Главное сейчас не продолжать бегать за этими Дарксирами и Орспиритами. Но видите, что происходит. Минус пачка крипов. Все подходит за Тавр. Здесь начинают его жечь крипсы щитком. Приходится отступать. Очень неприятная линия. Еще один щиток пошел. Дарксир еще не третий при том. А вот получит третий будет вообще настоящая беда. Ой-ой-ой, как больно, как больно захилил Даззл сейчас. Нужно отступать. Ну опять Джиггернаут бежит. Опять Джиггернаут пропускает вот эту пачку крипов. Считается, что она уже мертва. Он, конечно, бежит обратно, но... Ну ладно, он успеет на трех. Да? Скольких из них он добьет? Раз. Топорик взял, кстати. Или он изначально взял, я просто... Не посмотрел. Ну, в общем, ладно. Неважно. Ой-ой-ой, как больно. Ой, как больно. 129 урона. Откуда у Бигнама столько урона? Жесть. Он реально прошел по всем компам. Тут какие-то дабл стаки сделаны. Тут всех лечит замечательный тролль-жрец. Пытается, пытается Палантимас подбивать. 13-11. Ну, слушайте, Палантимас вышел в хороший крипстрат. Молодец. Он очень много добил именно своих крипов. За них тоже дает какое-то золото. Так, нападение на... Ой, Блэйд Фьюри. В итоге Ор Спирит забирает руну, указывается, забирает вторую. Это уже две. Но, правда, две сверху заберет Бигнам. Два в два размен. Бигнам причем на халяву забрал. Пока здесь просто... Бесплатно, можно сказать, забирали. Точнее, с боем забирали руны. Он просто бесплатно. Так, проводит по крипам. Проводит по крипам. Вы смотрите, как действует Бигнам. Провел по этим. Провел по этим. Провел еще вот по этим. Получил 99 урона на этот раз. И пошел в мид. Хочет забрать... Натурального проповедника. Петушара. Петушара жжет J4. J4 подхиливается. Но второй щиток это Тени Шутки. Оооооу! Ооооу! Палантимос! Вот это сейчас ультимейт залетел. Да, я хотел сказать о том, что вот, знаете, матч Evil Geniuses против Virtus.Pro натолкнул меня на пару мыслей на мейджоре. Казалось бы, при чём здесь он? Ну, там ведь тоже был Nature's Profit в миде. И там Nature's Profit, Nature's Profit, он вроде бы проиграл, но как только он получил свой уровень, вот началось что-то подобное. Смотрите, здесь просто Плантимас еле живой. Его подхиливает Дазл, конечно, но здесь уже Nature's Profit, и они убьют его. Да, он ещё и потратил телепорт. Лишак перетягивается, должен Лишак что-то делать. Лишак получает стан, хочет сжечь, хочет сжечь Nature's Profit'а и сжигает его. Хорошая игра от Пикачу. Вовремя пришёл, размен достойный. Пытается восстановить ману, чтобы дать стан или молнию, но в итоге Тарксир от него убежит на Сурджа. В общем, казалось бы, при чём здесь этот матч? В общем, там получил Nature's Profit 6-ой, и началась прям, знаете, началась такая очень неприятная дота, потому что вот ты дерёшься на линии, ты дерёшься и дерёшься, и такой вроде бы всё нормально. Просчитал, что у тебя ХП на сотку там больше. Ну так, на глазок у тебя побольше ХП останется. У тебя там есть ещё какой-нибудь стик, ты его под конец задерживаешь, идут, бах! И тебе влетает ульт Nature's Profit, и всё. Так, смотрим. Здесь опять влетел лучше ульт Nature's Profit, но на самом деле тут все были фуловые. Правда, вот и сам Profit. Отлично, в спруты загрывает. Ну и Лишрак здесь! Лишрак здесь, спасайся! Аааа, не тот, не тут! Не затем погнался и упустил настоящего лансера, хотя дуппельгангеров всё равно нет. И лансер здесь, конечно, погибнет. Ну что делает Пикачу? У него заканчивается ман, он просто пробегал на хосте. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, сейчас ещё очень широ могут быть проблемы. Стан. Всего на одну секунду, Паш прокает, но тут же Стан залетает от Эрспирита. Элдор Титан уже здесь. Нет, нет. Клемка. Клемка? Мне почему-то хотелось сказать Пипега. Видимо, слишком много в последнее время смотрю стримов на Твиче. Ну, кстати, этому Nature's Profit реально такое бы подошло. Он такой активный. Активный, летает туда-сюда. Четыре-три. Ну, по вагу ведёт, но их преимущество не такое большое. И, конечно, все последние драки, они так, подпроиграют... Ну, ладно. Размен Джаггера был ещё не так плохо, потому что на Profit. А вот сверху, конечно, Пикачу начудил. Он сначала погнался за иллюзией, потом он дал Стан вообще не туда. И... Это было плохо. Он должен был убивать этого Лансера. Даже, знаете, если бы он просто за ним бежал, он бы убил его. Шестой есть у Джаггернаута, но он не хочет давать ультимейт Верспирита. Подходит Бейн. Подходит Лешрак. Нет, ну тут Найтмор и Лешрак просто уйдёт. Верспирит куда-то покатился, закатился. Было странно. Весьма... Ой-ой-ой, как больно. Ну, посмотрите, Дазлу оторвает практически всё ХП. У него было 10 стиков. Но это, на самом деле, ошибка Profit. Если... О, не Profit, а Верспирит. Если бы Верспирит сейчас продолжал драться... Находит Элдер Титана. Ну, нет. Тут пакет на голову. И всё. Титан. Минус. Более того, он тоже потратил ТП. Если бы Верспирит просто развернулся и дал бы Дазлу пару тычек, Дазл бы, естественно, на пол ХП не стал бы себе 10 стиков-то июзать. А ему на пол ХП как раз залетел ульт-профита. Ну, вот это вот лёгкая несыгранность. То есть мы видели как раз, что у тех же ЕГЭ это происходило гораздо чаще. Вот такие развороты, когда, казалось бы, непонятно, зачем герой дерётся, а потом бах! И ульт-нетерс-профита решает вопросы. Оба появились. Смотрите, что появилось. Он только что купил. Или что? Или распаковал. Почему у него только что появилась эта штука? Или она у всех появилась? Её же не было вообще. Странно. Баги-баги. Панелька я имею ввиду со свиньями. Десятая минута. Три баунтируны за Павагой. Вот как-то Павага Джуниор в этом плане отыгрывает, конечно, не важно. Упускают довольно много. Две тысячи преимущества за Павагой. Очень хорошо расфармлены Трикора. Лансер чуть отстаёт, зато профит вырвался вперёд. Ну, как и должен был. Дарксир сильно отстал. Вот, наверное, где самая большая проблема. У него как-то вообще печальная история. А ведь это Дарксир. Ему нужно много. И левел большой, и... Какие-то шмотки. Навесить на себя. Так, в миде. В миде нападение на Лишак. Какое... Какое окружение, но... Ну, не добили. Фантастика. Я хотел бы сейчас посмотреть повтор. Великолепное окружение пеньками, но в итоге всех пеньков зафармил. И... Эрспирита зафармил. Отличная игра. Ну, Лишак был близок к смерти. Я думаю, что Эрспирит... Ему, конечно, обидно, но он не пожалел о своём врыве, потому что... За малым не убили Лешего. Чуть-чуть бы ещё. И могли бы добить. Немножко не повезло. Немножко не хватило урона. Пытается развести на Доппельгангер. Так, ну и что? Ещё не шестой уровень Бэйн. Нужно Сайланс давать. Джиггернаут не успевает дать Сайланс. Лишак. Лишак! Сжигает Эрспирита, но сам Лишак на этот раз погибнет. Джиггернаут отменяет телепорт. Пошёл. Ой-ёй-ёй, какой мне слэш. Какой слабенький получился Омнислэш. Скорость атаки очень низкая. В итоге никого не пробил. Слардар уже здесь. Вешает Корозик в Квейс. Начинает бить Петушару. Баш прокнет через один удар, но его нанести не смог Слардар. На самом деле повесил минус броню. Если бы не повесил минус броню, а продолжал бы бить, то забашил, и там бы, скорее всего, убили. Там урон от баш большой очень. И потом там медальку навешиваешь, дазл ещё тычку делает. Или кто там был? Или Джаггер тот же. Ну, дазл был вроде бы. Ну что ж, 3000 преимущества по Ваге. Опять хороший размен. Лишрака, конечно, они потеряли. Ну, по золоту выигрывают. Так, нашли Титана. Будет ли ультить профит? Нет, не стал ультить профит. Купил себе Владмирс, делает молнии. Ну вот, кстати, такой профит мне как-то больше нравится. Да, Владмирс, конечно, это не супер урон. Ну ладно, допустим, Владмирс на команду, но после этого, вот смотрите, у него есть Блайтстон, у него есть два нуля, и он делает себе молнии. То есть это такой сплитер, это герой с уроном, который реально будет тому же Дазлу разбивать лицо очень жестко. Поваха. Да, скорости атаки явно Джаггернауту не хватает. Пытается, пытается, конечно. Ну ничего, это первый ультимейт, первые ловела, первые минуты. Дальше будет лучше. Эрспирит виртуозно проталкивает себе дорогу камнем. Нужно найти, подсветить. Нет, не смогли. Круто сыграл Эрспирит. Так, и снизу нападение на Слардара. Нет, нападение не состоялось. Просто Лансер забирает вышку. Не совсем понятно, зачем профит сюда прилетел, ведь на самом деле вышка уже забрана. Он хочет заластхитить ее. Ну нет. Пуча 2002 ему не дает. Вот это же Пуча 2002. Не помню, кто из них Пуча 2002. У него в никнейме было написано. Ну это Петушара. Ну да, вроде бы Пуча 2002. Это Лансер. Могу ошибаться. Так, Финсгри пошел на Джаггернаут. А Джаггернауту больно. И 16 тиков? Нет. Заметьте, обратите внимание. Нота Бена. Как говорила ученица по физике. Обратите внимание. Джаггернаут погибает. Ему не хватает буквально какой-то секунды. Нападение на Пикачу. Пикачу уйдет, конечно. Ой, ультимейт, значит, с профита поздновато прилетел. Так бы и Пикачу мог на самом деле не уйти. Так, хаппидерара. Укатывается с помощью камня. Так вот, о чем это я? Обратите внимание, что Бейн убивает Джаггера там вместе с профитом. И Джаггеру не хватает буквально секундочки. А между прочим, ультимейт Бейна как раз на секундочку и подняли. И он теперь дизайблит 6 секунд. Хотя, если честно, я думал, что он и раньше был 6 секунд. Или, может быть, когда-то он был 6 секунд. Но сейчас с Макшиным инфиблом, если кинуть сначала инфибл, потом ульт, то можно продержать без каких-либо талантов 10 секунд в ультимейте. Ну, почти 10 секунд в ультимейте. Так, у Лансера некоторые проблемы. Его подсвечивают. Ему нужно уходить. Он уходит, но настоящего сразу же находят. Гонятся за иллюзией. Нет, нет, это настоящий. Понимают. Ну, или не понимают, решают добить именно эту иллюзию. J4 очень далеко зашел. Закрывают его. У него нет телепорта. Бум! Не состоялся бум, потому что Профит кинул куда-то ультимейт, но он не долетел. При этом, смотрите, Профит успевает снизу подпушить вышку. Очень неплохо играет. Он и тут, он и там. Давайте посмотрим еще раз на Бэйна. Вот, смотрите, у него же есть еще и талант. Да, смотрите, у него есть талант плюс 7 секунд действия финсгрип. То есть, суммарно, сейчас его ультимейт с талантом длится 13 секунд. А под инфиблом, под инфиблом, это еще 60 процентов. Это где-то, ну, где-то 20. Ну, где-то 20 секунд, там, плюс-минус. Я не буду сейчас утверждать. А где камень? А, он крипа толкнул. 20 секунд ультимейта. Вы представляете, что такое? Вот, допустим, там идет какая-то драка, и тут раз Джаггер заходит в спину, ему там никто не может помочь, он хочет ультануть. И в этот момент Бэйн видит его, успевает кинуть инфибл, грейжерный финсгрип и 20 секунд держит в своем ультимейте. А ультимейт, между прочим, наносит 215 урона в секунду. То есть это 215 на 20, это будет... Это будет 4000 урона. Естественно, вся мана кончается, и у Джаггера не остается маны вообще. Но это такое. И если он это каким-то образом переживает... Нападение на Эр Спирита, тут же баш, эхо стомп. Ну, а добивать кто будет? Оттолкнул просто Чешира. Но при этом Эр Спирит будет разменен, скорее всего, на вышку снизу или нет. Сюда летит Лешрак. Оп, стан от Кентавра. Красиво. Эр Сплиттер, правда, кастуется. И Эр Сплиттер раздамаживает Дарксира. Лешраку нужно срочно уходить со стенки, потому что он сжигает иллюзии, наносится дополнительный урон каждый раз при создании новой. Ну, короче, про Бэйна вы все поняли. Я думаю, не буду дальше там описывать. 20 секунд финцгриппа это... Это жесть. Это знаете, как я слышал про ранние версии Доты, что там был стан Леона на 15 секунд, и вот такие все дела. Но это вот нас возвращает. Ну, конечно, должны быть соблюдены условия. То есть ты должен успеть повесить инфибл, ты должен быть 25 уровней, взять талантный финцгрипп, и тебе не должны сбить. Естественно, тебя сбивают на первой секунде, и все. И все твои 20 секунд... Они как бы... Остались в теории. Павага Джуниор. Знаете, идет вот такая игра, очень вязкая, непонятная. Даже тяжело как-то вас скоординировать по игре. То есть сказать, что вот сейчас там будет тот... А, вот-вот-вот! Смотрите! Что? Нет? Ну, б... Да, он просто решил убежать. Ну, ладно, да, на самом деле... Не дали нам посмотреть. Дело в том, что подходила иллюзия Элдер Титана, подходил Слардер, и Бэйн, видимо, понял. Ну, вы чувствуете, как ему хотелось повесить инфибл, пусть даже... А, у него нет инфибла, это был Найтмар. Прошу прощения. Ну, ладно. Это мне, видимо, очень хотелось. Но мы это увидим. Мы это обязательно увидим. В такой игре, где все происходит вот таким образом, есть вероятность дожить до чего угодно. Потому что... Посмотрите, как команда... Не знаю, они там тренировались вместе, не тренировались, но как они опасаются вообще, и как они играют? Они никуда не торопятся, нет никаких выходов. Профит что-то летает, сплит пушит, кого-то гангает по Вага, кого-то гангает по Вага Джуниор, все фармят свои артефакты. И эта игра может длиться очень-очень долго. Так, Джаггернаут, есть БФ. Сейчас есть опасность Сайланса в лицо. Так, это что такое? Профит просто вот так вот решает побить крипов. А Джаггер просто ничего не делает. Он сейчас получит Сайланс и умрет. Нет, к нему идут. Он знает. Он знает, но и они знают. А теперь они знают, что... Они знали, что он знает. Потому что был поставлен вард, и был поставлен Сентри для того, чтобы сбить этот вард. Пикачу забирает в очередной раз Бэйна. Но это уже на самом деле не смешно. Бэйн так и не доживет ни до чего. 15 к силе. Талант, который... Вообще все таланты не на родной атрибут, они стали лучше. Ну, вернее, не так. Раньше, если тебе давали там 10 ловкости и 10 силы... Ловхачу. 10 силы было всегда хуже, потому что 10 ловкости тебе давали больше. Потому что каждый единица ловкости дает больше. А сейчас уже нет. Сейчас уже можно задуматься. Пикачу. Ну, это что-то прям вообще очень неприятно. Хотя, хотя... Схватит Лиман Пикачу. Сайланс, Пикачу уже потратил свой юл. В итоге забирают Тор Спирита. Лансер уходит отсюда. У Лансера... У Лансера нет диффузала. Хороший... Нет, плохой Расплиттер. Как же больно. Лешаку он успевает дать стану. Он забирает Дарксира. Это уже минус 2. И неужели он выживет? Да. Он выживает. Дальше пошел Слордар. Успевает дать стан. Тут же... Кошмарит его Бейн. Не хватает диффузала очень сильно Лансеру. Вот был бы диффузал... Можно быстро выжечь ману Лешаку и он перестанет обижать твоих тиммейтов. Но, увы. 5 тысяч проигрывают по бага Джуниор, но они все еще в игре. У них все еще есть профит, который может сплитпушить. У него отличный билд для этого. Он летает, он фармит все линии. Слушайте, надо как-нибудь поиграть, наверное, на профите. Я уже и забыл, как это делается. Такой ведь замечательный герой. Летаешь, всегда фарм есть. Туда-сюда, сплитпушишь. Покупаешь Аганим, Метеор Хаммер, Некрачи, Рефрешер. И все. И просто не дерешься с врагом никогда, а пушишь ему базу. Шадоу Блейд, естественно. Ну ладно, это все. Подрублен Диаболик. Коррозив Хейс на Рошана. Ну чувствуется, что Павага потихоньку, конечно, перехватывает инициативу. Ничего с этим не поделать. Профита не хватает на сплитпуша. Дарксир еще слишком слаб. У него, да, Доминатор, но, например, Пайпа нет. Только-только Диффуз у Лансера. А ему бы уже хотелось бы хоть там Ринку в Тараск иметь. Не знаю. Ну и сейчас самый важный момент игры. И по Вижену. Очень сильно уступают именно по Вижену. То есть, если мы обратим внимание. Постоянно Павага. У них есть Вард. Об этом Варде не догадывается Павага Джуниор. Их там ловят на какие-то Юлы. Вот, например, сейчас. Лишрах может поймать Дарксира. Ну все, здесь надо бежать Бейну. Но Бейн не бежит. Да не... Да, не будут драться. Но там же Аегис. Там же Аегис у вас уже минус один. Вгрызается в Дазл. Дазл должен давать себе крест. Вместо... Да, он дает себе крест. И при этом должны убить Петушару. Петушар убивает. Да, Зл уходит. Битый Титан. Но он все еще жив. Лансер. Лансер! Лансер погибает, выбивая Аегис. Ну, зачем это было сделано? Вообще непонятно. На Чирспрофит пытается улететь. Чешир поспешил со станом. Мог на самом деле успеть добежать. Дать стан. Зачем этот налом был сделан? Совершенно непонятно. Налом на Лешака, который уже убил одного героя. То есть вы 4 на 5. Соперник в пятером в куче. Вы подбегаете по одному. Более того, весь урон, который вы вливаете, вы вливаете в героя с Аегисом. Отличный размен Аегиса. Тут же переход в Пуш. Собирают Тирадин и получают огромное преимущество. Так. Попытка забрать Чешира. Подрубает с... О, пока Б есть. Ой-ой-ой. Пошел ультимейт и... Да-да-да-да-да-да-да. О, залетел. Куда? Он ушел? Он ушел. Я думал, что он идет перехватывать Слордара. И Слордар тоже испугался, но нет. Каким-то образом Слордар пережил этот ультимейт. Это Вард Атрейдент. Опять. Опять они все видят. Эхо-стомп. Ой-ой-ой, как сейчас будет больно Закрывает Лешака, но... Лансер успевает уйти Ставится стенка Дарксир, вакуумит Лешака Лешак продолжает сжечь спиньков, иллюзии Потерял довольно много мануер, спирит закатился Никого не застанет, пошел сразу на Элдор Титана Умни слэш от Жиггернаута Доппельгангер использует лансер, моментально лопает Сверспирит Лешак дерется с Медведемоном Иллюзия Лешака полностью бесполезна Это вообще не то, что нужно Медведемон забирается Ну и вышка падает Параллельно с этим упала вышка сверху Да, где-то не везет, но это даже не везение А сказывается, что все-таки 10 тысяч проигрывают Вот будь у профита там чуть побольше Будь у других героев побольше Могли бы более равные драки Там какие-то фраги делает лансер Решает подбежать Но вообще ничего не затаймили В итоге попали в Бэйна Лешак получает стан Лешака, сильно пробивает Слардар, врывается Тут же получает финсгрип и нечем, нечем сбить Очень больно Эрсплиттер Боже, какая боль, но некому добить лансер уходит Нейчерс Профит бежит в БКБ Гонится за всеми героями оппонента Нужно ставить еще один камень Да, ставится еще один камень Отличный хостомп от Элдер Титана И Элдер Титан в итоге погибает Вот Пинайтер Спирит забирает фраг Пойдут ли дальше? Ну слушайте, отбились 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 и даже вроде как не так много потратили на это Лансеру нужна Тараска Лансеру необходима Тараска У него все еще 8 тысяч Нетверса Сбивают варды, хорошо Лишают соперника вижена на своей половине Вот этот вард, кстати, сложно найти Но он дает не так много вижена А вот этот сейчас вообще бесполезен Потому что, ну, пока здесь никого нет Пока в другой части карты Ой-ой-ой, очень больно Дарк Сиру стягивает и бежать И бежать Одна секундочка Сбивает ультимейтом на Чирс Профит Блинк Даггер Слардар пытается дотянуться Он видит Он видит Дарк Сира Ставится стенка Сбивает Блинк И здесь же подходит Нечис Профит Начинает бить Слардара Слардар Сейчас развернется Попытается дать стан Нет, не дотягивается Уходит в инвиз Что это? Это Шадоу Блейд Как? Откуда? Почему? За что? И нет просветки Параллельно с этим Нашли кого? Дазла нашли Нужно дать ему Сайланс И убить его А где Сайланс? Странный момент Ну ладно В принципе и так убили Очень хорошо Спасли своего Дарк Сира Почти убили Слардара Но не убили Я начинаю люто топить За повагу Джуниор Но причина одна Вот на самом деле Никогда не стоит Воспринимать Комментатора Как какого-то Не знаю там Лютого Ставочника Или какого-то Лютого фаната Кстати почему Эрспирит бегает С собачьей косточкой В руках? Непонятно Так вот Просто Комментатор Зачастую болеет За проигрывающую команду Проигрывающую команду Потому что Ему хочется Чтобы игра Получилась поинтересней Ну что Интересного Будет в том Что повага Сейчас Просто Закончит И додавит Ну конечно Это будет круто Да Они будут молодцы Особенно если Они это сделают В красивой атаке Но Если сейчас Пойдет лютейший Комбэк То мы сможем Понаблюдать За одной Из интереснейших Игр Так Опять Сайланс на этот раз Повесил вовремя Эрспирит И справляется И вот так вот Дазла наказывают Второй раз Здесь же Профит врывается Нажимает БКБ Доппельгангер от лансера Уворачивается Эрсплиттер Очень хороший Эрсплиттер Может зацепить Да Оцепляет трех героев Пошел он не слэша Джаггернаута Минус два суппорта Но Минус два суппорта И с другой стороны Стоит неплохая стенка Дарксир убегает Начерс Профит Уже без БКБ Он просто дерется До конца Лишь шаг Поднимает себя в воздух Здесь же есть хилен вард Нужно сбить его Катапультой Катапультой Стреляй по варду Нет По варду не стреляет В итоге Размен двух суппортов На двух суппортов И мидера Кстати 5200 урона нанес Начерс Профит С ума сойти Откуда такой урон вообще Ну Мьолнер Делает себе нулифаер Старый добрый нулифаер Забытый Для того чтобы Диспелить юл Лишака Или он не мог Например Поднимать себя в эвол Слардар В шадоу блейде Ну 11 10 11 тысяч Это уже было Это уже было Много-много минут назад И по вагу Все еще сопротивляются Они все еще Не потеряли Ни одной терр 3 вышки А значит И шрайны стоят И их не снести Помните Раньше была Дота Ну не так давно Извиняюсь На секундочку Не так давно Была дота Когда Вот эти шрайны ввели И если ты ломал Все терр 2 вышки Ты мог Ломать шрайны Но потом сделали Чтобы хоть одну терр 3 Мог сломать Насколько же это Правильное было изменение Потому что все таки Остаются хоть какие-то Плацдармы Если ты удержал терр 3 Есть терр 3 Есть шрайны Так Что у нас здесь Нечерс Профит Нечерс Профит Начинает очень агрессивно Пушить линии Ну ладно Не агрессивно Обычно Но на самом деле Очень эффективно Я бы сказал Вот так вот С Кентавром С Щитком С Мьолнером И с Тринтами И более того Идет дальше За ним выехали Нечерс Профиту Нужно спасаться Он дает ультимейт И сейчас нужно бежать Его засканили Ой-ой-ой Лети 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 Ай-яй-яй-яй Нет Сейчас баш будет Не хватило ему Немножко времени Конечно Не хватило Буквально Не знаю Там секунды Но он застоялся И самое главное Ради чего он стоял Он все уже Толкнул линию Это вот тот момент Когда ты думаешь Ну сейчас Я еще немного Постаю Но он конечно Не знал Что его засканили Что за ним выехали В этот момент Команда должна Пользоваться Спейсом Ну если уж Все пошли Убивать Профита И его пеньков То давайте Вперед Пожалуйста Пушьте линии Например Верхнюю линию Толкая Дарксир Со Щитком На Крепе Это хорошо Центральную линию Протолкнуть не получилось Здесь уже враги Борются Борются Лансер Почти С Тараской Забирает Одну баунти руну Ну это Хоть что-то Нет Ну по ваге Конечно давят Но на самом деле Вот опять же Сейчас одна ошибка И Профит Моментально Толкнет все линии Запушит И даже если он будет Проигрывать Ну тысяч пять То Закончить игру Будет Непросто Дело в том Что против таких героев Зачастую Ты Они просто летают По карте И ничего не дают Тебе сделать Нужно постоянно Ловить И вот здесь Это главный вопрос Даже не имеет значения Насколько сильнее Павага сейчас в драке Они естественно Сильнее У них сейчас Аеги Сыр Самое большое значение Имеет Смогут ли они Поймать Профита Хотя конечно И в лоб Продавить у них Тоже есть вариант Но Здесь будут До последнего Павага Джуниор Оттягивать этот момент Ставить стенки Вакуумы Лансер будет кидать копии Спамить иллюзиями Расперед будет кидать камни Может быть даже Даст свой ультимейт Залетит Пожертвует собой Чтобы продамажить оппонента Нужно Нужно Фортификейшн Использует Диаболик Использовал Лишак Падает Тир 3 Вот она пошла Стеночка Вакуум обратно Лишаку Пошел ультимейт Профита Забирают крипов Забрали Тир 3 Но в размен на Тир 2 Так И летит сюда Лишак И сейчас можно Можно поймать Джаггера Попробовать убить его Вот сейчас Сейчас Финсгрип Да Финсгрип Тут же Сайланс Правда Дазл рядом Нужен Дазл Что-то сделал С Дазлом Дазл Может успеть повесить Грейв Дазл Успевает повесить Грейв На себя Но у Джаггернаута На самом деле Имеется Аегис Ультимейт Нужно Доппельгангер 3, 2, 1 И не успевает Использовать Доппельгангер Лансер Все было на кулдауне Какая ошибка досадная Джаггернаут Зомнислэш Убивает Лансера Хотя казалось бы Это очень тяжелая цель И обычно Так затягивает Успевает затянуть Но тут же пропадает Стенка Пропадает иллюзия Поднимают Эрспирита в воздух Эрспирит Падет Эрспирита забирают Нечерс Профит Понимает Что отбиться Уже нереально И просто начинает Давить снизу Ему противостоит Дазл Бараки падают На центральной линии 16 тысяч преимущества И сразу же На топ идут Нечерс Профит Понимает Что Дазла Так просто не продавить Поэтому летит На верхнюю линию Где стоит Тер-2 Дает свой ультимейт Ультимейт залетает По сопернику Павага Ломает вторую сторону Да И кажется Сломает Фортификейшн Ну что И улетает отсюда На Черс Профит Да Слардар решил За ним не гнаться Минус 2 стороны 19 тысяч преимущества Вот на самом деле Конечно Даже не знаю Что было не так В последней драке Наверное Доппельгангер Нужно было оставить И тогда Шансы были Скинуть с себя Джаггера Да и вообще Атака на Джаггера По итогам Была спорным решением У него же был Все равно Аегис Но очень хотелось Очень хотелось Поверить в то Что он здесь один Выбить Аегис Отойти И как-то Подергать соперника За усы Но вышло Как вышло И теперь Две линии пушатся В сторону Павага Джуниор Но С Профитом Дарксиром И Лансером Отбиваться Вполне реально Профит делает МКБ Просто физический урон Собирает Урон с руки Не только физический Урон с руки Опа Фейерверк Свинка Решающая атака Аегис все еще У Джаггернаута И будет минуту 40 Профит Берет Перезарядку Способностей На ультимейт 45 секунд Эпортация 15 Ну давайте смотреть В принципе Отпушили мид Отпушили верхнюю линию Но сейчас Выбора нет Нужно драться За последнюю Профит Успевает купить себе Манки Кинг Бар В секретном магазине Джаггернаут Так сейчас Немножко опасно И ситуация Лешака Хватают Отличный Расплиттер Но он не сбивает Финсгрипп Лешаку дают Грейв Лешак все еще жив У него есть сыр Он съедает сыр В последний момент Нэчерс Профиту Больно Нэчерс Профит Погибает Байбэка у него нет Он только что Купил МКБ Лансер Лансер вообще Не может драться Он просто прыгает И только отводит Настоящего героя Забирают лансера Забирают Дарксира И это Гудгейм Валплейт По вага Одерживает победу Довольно закономерно Основной состав Все таки сильнее И по игре Они это показали И в общем то Я даже скажу Что Драфт Был не так Плохо По ваге Джуниор Из того что мы увидели То есть им не хватило Просто вот какого-то Исполнения Много где не повезло Чешир 9.0.10 Неплохо Пикачу 10.1.10 Где-то чуть-чуть Не повезло Где-то уже проигрывали И не могли отыграться Ну 0.4 лансер 0.6 бейн Профит И эрспирит Вот эта вот линия Дарксир эрспирит Она должна играть лучше Она не должна Приходить и отдавать Два фрага Это очень сильно Решает вначале Это сбило бы Темпы джиггернауту Если бы они не отдавали Фраги А просто хотя бы Не давали ему фармить Но получилось Как получилось И конечно Павага Заслуженно побеждают Даже не буду ничего Рассказывать Про эту игру Особо Потому что все-таки Мы знаем Мы все видели Скажем так И больше добавить Нечего